В эфире телеканал Лоба информационная программа в студии Наталья Литвиненко. Здравствуйте, сегодня в выпуске. Совет по противодействию коррупции состоялся на этой неделе. Заседание провел первый заместитель главы района. Городские чиновники доказали, что готовы к труду и обороне. Лобинская администрация сдала нормативы ГТО. Совет по противодействию коррупции на этой неделе провел заседание. В нем приняли участие руководители правоохранительных органов Лобинского района, управление отделов администрации муниципального образования, а также представители поселений. На совещании были подведены итоги и озвучены планы на ближайшие полгода. Что сделано и на чем предстоит заострить внимание членам совета по противодействию коррупции стали основными вопросами заседания, которое прошло под председательством первого заместителя главы района Александра Демченко. Наше государство занимает 90 место. К сожалению, непочемно. Поэтому, наверное, эта тема сегодня номер один в государстве. Сложная тема, потому что здесь есть социальные факторы, и экономические, и правовые, и законодательные, и воспитание населения, и определенные традиции. Но то, что это проблема номер один, и она наравне с проблемой терроризма разрушает государство, устой, подрывает доверие населения к власти, это безусловно. Поэтому, коллеги, продолжим работать с тем, чтобы больше отвечать на те вопросы, которые существуют. Что надо делать и что мы сегодня имеем. О проведенных мероприятиях по противодействию коррупции в 2014 году и за первое полугодие текущего года присутствующих проинформировал заместитель главы района Игорь Юренко. В своем выступлении он подчеркнул, что реализация государственной антикоррупционной политики является одним из важнейших направлений деятельности администрации муниципального образования и его подведомственных учреждений. В прошлом году этому вопросу уделялось особое внимание. Разработаны необходимые правовые акты, направленные на противодействие коррупции. Созданы рабочие группы. Постоянно проводится мониторинг восприятия уровня коррупции и коррупционных рисков в муниципальном образовании. Обеспечение реализации антикоррупционных мероприятий в администрации осуществляется управлением общественной безопасности во взаимодействии с правовым управлением и отделом муниципальной службы и кадров. А это такие направления. Обеспечение деятельности Международного Координационного Совета по противодействию коррупции. Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Обеспечение эффективного контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений запретов и обязательств предусмотренных законом. Организация контроля за своевременным и достоверным предоставлением муниципальными служащими и другими руководящими работниками сведений о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера и размещения тех сведений в сети интернет. Сотрудниками прокуратуры в 2014 году была проведена проверка сведений о доходах и имуществе граждан, которые претендуют на замещение должностей муниципальной службы в администрации района, а также в четырех сельских поселениях. В результате выявлено пять нарушений в администрациях Вознесенского и Сладковского поселений, за что ответственных сотрудников привлекли дисциплинарные ответственности. Правовым управлением администрации в 2014 году проведена экспертиза более 600 правовых актов. В результате было выявлено порядка 30 коррупционных факторов. Проекты нормативных правовых актов до их принятия направляются в Лобинскую межрайонную прокуратуру для заключения соответствия законодательству. На мероприятие слово предоставили начальнику полиции отдела МВД. Присутствующих он проинформировал о принимаемых мерах по выявлению коррупционных преступлений. К нам ежедневно анализируется поступающая информация по фактам возможных проявлений коррупции. За отчетный период отделам выявлено всего четыре преступления. Конечно, очень недостаточно по линии борьбы с коррупцией. Это два преступления по статье 291 дача взятки. В двух случаях это были сотрудники полиции участковые. В одном случае 3000, в другом случае 500 рублей. И один коммерческий подкуп. Это за увод от административной ответственности. Также на заседании заслушали главу городского поселения, исполняющего обязанности главы вознесенского поселения, о принимаемых мерах по предупреждению проявлений коррупции в их учреждениях. Как отмечалось в ходе совещания, утверждена и действует программа антикоррупционных мероприятий органов местного самоуправления муниципального образования Лабинский район. В структурных подразделениях администрации разработаны планы мероприятий по противодействию коррупции. Свои рекомендации по выявлению и пресечению коррупционных факторов дал межрайонный прокурор. Что удивляет, прозвучало, что за прошлый год и за этот год не поступало уведомления от муниципальных служащих информации, в том числе взаимодействия с ОВД, в плане взаимодействия, может быть, даже если на условиях конфиденциальности, какой-то информации о предложениях коррупционного характера. Ну, мы все взрослые люди, мы не можем такого быть. У нас прокуроры даже об этом пишут, что к ним подходят люди, предлагают. Понимаете, у нас даже такое есть. Мы в отдел, собственно, безопасности такую информацию пишем. Я это писал в Славянском районе в прошлом году, такую информацию мой зам писал и так далее. То есть все это есть, но почему-то все как-то замалчивают. Вот это тоже удивляет, поэтому просьба обратить внимание, довести до подчиненных и активизировать работу в этом направлении. Дальше. Значит, вот здесь звучал доклад Николая Ивановича о том, что, ну, какие преступления выявлены и так далее. Прозвучало, что недостаточно для нашего района, это я полностью с этим согласен, и мы уже довели, обсудили, вернее, мы эту тему, как и с Галотой Юрием Михайловичем, с Николаем Ивановичем. Вот 291-я статья в Голубокодексе, это отдача взятки. Ну, как говорит прокурор Края, ну, он очень негативно к этому относится, он вышел, что у вас там все-таки неподкупные, что там. Ну, это получается, для статистики, по большому счету, это делается. Вот 290-е получение взятки, да, вот это вот настоящая коррупция. Таких пока вот у нас не выявляется почему-то преступление. На это будет смотреть. Я с начальником ФСБ на эту тему общался, общий язык нашли, поэтому будет работа в этом направлении продолжена. Вы со своими подчиненными переговорите, пожалуйста, предостерегите их от вот таких вот шагов, чтобы не было ничего такого. По результатам обсуждения вопросов принято решение о проведении дополнительных мероприятий, направленных на противодействие коррупции на территории муниципального образования. Наталья Литвиненко, Георгий Сопов, телекомпания «ЛАБА». 17 июля состоялось вручение диплома выпускникам Северокавказского института бизнеса инженерных и информационных технологий поздравить молодых специалистов. С этим торжественным событием пришли педагоги, родители и друзья. 17 июля 2015 года состоялось торжественное мероприятие по вручению дипломов о среднепрофессиональном образовании выпускникам Северокавказского института бизнеса инженерных и информационных технологий. Дипломы вручала ректор института доктор экономических наук профессор Ирина Евгеньевна Оксаева. Она пожелала ребятам благополучия и реализации жизненных планов. Успешного пути вам в профессиональной жизни, крепкого здоровья, хорошего всегда настроения, будьте оптимистами, развивайте свой интеллектуальный потенциал. Мы старшее поколение, мы кубанцы требуем от вас только самых высоких результатов. Вручение дипломов – волнующее событие в жизни недавнего студента, а теперь выпускника. Это тот самый яркий и торжественный момент, которого все так ждут за время обучения. В этот день наш город пополнился специалистами по направлениям – туризм, компьютерные системы и комплексы. Многие из выпускников уже отмечены работодателями Лобинска и получили приглашение на работу. В этот знаменательный день преподавательский состав пожелал молодым людям проявлять в профессии упорство, не терять энергию, веру в себя и в свои возможности и уверенно идти к новым победам. Трудитесь на благо нашей великой Родины, на благо нашего Лобинска. Укрепляйте свои знания, совершенствуйте свои знания. Обогащайте наш край радным трудом и рвением добротой. Выпускники полны радости и гордости, что получили дипломы и могут работать по выбранной специальности. Они выражают слава благодарности руководству и сотрудникам учреждения и признаются, что годы, проведенные в стенах института, запомнятся на всю жизнь. Сегодня очень значимый день в моей жизни. Я закончила техникум с отличием и получила красный диплом. Мне бы хотелось выразить свою благодарность Оксаевой Ирине Евгеньевне, Пшеничной Ольге Александровне, Турской Ольге Алексеевне и Кореневой Ольге Алексеевне за достойный и бесценный вклад в развитие образования и преподавательской деятельности, в частности за переданные нам знания. Нельзя не отметить, что на церемонии присутствовали и родители выпускников, которые выразили благодарность профессорско-преподавательскому составу за обучение и жизненные установки, которые в дальнейшем помогут молодежи получить практический опыт. Поздравляем педагогов, которые занимались. Очень много времени потратили. В дальнейшем ему очень поможет. Счастья ему, здоровья и остальным выпускникам. Очень за них рады и переживают. Для того, чтобы окончание учебы запомнилось надолго, для выпускников устроили настоящий праздник с танцами и музыкой. Екатерина Клименко, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба». Сотрудники городской администрации вышли на стадион. В минувшую субботу они сдавали нормативы ГТО. Главе, его замам, руководителям и специалистам отделов пришлось бегать, прыгать и метать снаряд. Судейская коллегия отметила, что все участники соревнований готовы к труду и обороне. Субботнее утро – лучшее время для активного отдыха. Точнее, для занятий физкультурой. Сотрудники городской администрации практически в полном составе, даже отпускники, решили проверить свои физические возможности. Ответственные начальники отделов и специалисты сменили строгий дресс-код на спортивную форму. Они практически готовы к труду и обороне. С 2016 года ГТО будет вводиться уже как официальная дисциплина в школе. Вот и коллектив городской администрации решил в преддверии, я знаю, что уже в городе проводили сдачу норм ГТО, там школа единоборств и четвертая школа. Не будем отставать от наших горожан, покажем пример, попробуем сегодня сдать те нормы своим коллективам. Я отношусь к возрождению норм ГТО я положительно, потому что каждый с маленького возраста, ребенок, там замкнем армии и так далее, должен ощущать себя мужчиной, девушка, чувствуя также себя силой. Это все здорово и классно. Я видом спорта занимаюсь легкой атлетикой, но сейчас, естественно, уже не занимаюсь профессионально, так физкультурой, скажем, для себя. У кого-то из сотрудников администрации спортивное прошлое, кто-то и сегодня занимается физкультурой, а кому-то поддерживать форму помогают дети. Юлия Демидова пришла на стадион с маленьким сыном. Хотим все получить свои значки, нам пообещали значки все. Вообще здорово, что возрождается эта система ГТО, потому что нам, чиновникам, сидеть каждый день за своими столами не очень весело. А вот когда в субботний день с семьей, с детьми сюда пришли, сейчас детки наши побегают на поле, повеселятся с мячиками. Мы шесть видов отработаем с удовольствием. Я думаю, будет все здорово. Глава города настроен поучаствовать в испытаниях. Алексей Матыченко надел в этот день патриотичную футболку с портретом лидера. Ведь именно президент решил возродить в стране ГТО. На местах инициативу поддержали. Это, я думаю, нужно каждому сегодня. Потому что здоровый образ жизни – это залог долгой жизни. Это пример для молодых. Это поддержка того, что сегодня делается в стране. Да и мы сами должны понимать, что это важно, это нужно нам. Мы должны сами себе доказать, что только мы сами себя можем спасти, держа себя в хорошей форме, работоспособность будет. Да и вот, глядя на этих малышей, приходит уверенность в том, что у них будет хорошее, стабильное будущее. Так должно быть. Мы должны себя постоянно готовить к любым трудностям. Бег на 60, 100 и 1000 метров, подтягивание из виса на высокой перекладине, прыжок в длину, поднимание туловища из положения лежа и метание снаряда. Результаты фиксируются судьями. Нормативы индивидуальны для каждого возраста. Но сразу заметно, что сотрудники администрации с нормативами ГТО справляются. С 16-го года во всех регионах России будут созданы специальные центры по приему. А вот хорошая инициатива проявила администрация города, вывела всех сотрудников на старт. И сотрудники показывают на удивление хорошие спортивные результаты. Вот взять хотя бы метание, лучший результат 48 метров. Это достойно уважения. И все участники, как бы по предварительным данным, выполнили нормативы ГТО в метании, как минимум на серебряный значок. В субботу 25 июля на площади возле Центра культуры и досуга Станицы Владимирской пройдет форум территориального общественного самоуправления «Жить и действовать сообща». Начало мероприятия в 9 часов. Для гостей форума будет организована ярмарочная торговля и работа детских аттракционов. Организаторы приглашают всех желающих принять участие. А следующий сюжет на правах рекламы. Хорошая новость для тех, кто решил научиться управлять мотоциклом или скутером и открыть соответствующую категорию А1. Сделать это можно теперь в Лобинском учебном центре безопасности дорожного движения. Он находится в районе сахарного завода рядом с отделением ГИБДД. Учебный центр имеет собственный автодром и современный автопарк. Для вождения по желанию ученика предложат новенькую иномарку с ручной или автоматической коробкой переключения передач. А количество автомобилей увеличивается в зависимости от количества учеников. Учебный центр помимо категории Б, как было сказано ранее, получил лицензию на право проведения обучения категории А1. Эта категория подразумевает скутеры и легкие мотоциклы объемом двигателя до 125 кубических сантиметров. Соответствующие транспортные средства в учебном центре имеются, как и условия для теоретических занятий. Два класса оборудованы необходимыми пособиями, есть даже компьютерный тренажер. А учитывая то, что занятия проходят ежедневно, с понедельника по пятницу, то подготовиться к сдаче экзаменов и получить водительское удостоверение можно всего за два месяца. Еще одно предложение – формирование группы для занятий даже в выходной день по просьбам учеников. Можем делать группу выходного дня, можем делать дневную группу, все зависит от ваших желаний. Стоимость обучения – один из основных вопросов. Она здесь вполне привлекательная. К тому же учебный центр безопасности дорожного движения предлагает систему скидок для студентов и пенсионеров. Получить дисконт могут и те, кто приведет на занятия нового ученика. Только есть условия на категорию А1 с 16 лет, на категорию Б с 18-летнего возраста. А чтобы с первых минут почувствовать себя водителем, в учебном центре безопасности дорожного движения предложат бесплатный тест-драйв. Хотелось бы еще отметить, что у нас появилась новая такая услуга – это бесплатный тест-драйв. Все желающие, прежде чем прийти к нам и даже записаться на обучение, начать обучаться, могут прийти и бесплатно пройти пробный курс вождения на нашем автомобиле, на нашем автодроме с опытным инструктором. Совершенно бесплатно. За подробной информацией можно обратиться по телефону, который вы видите на экране. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания ЛАБА. Партнер выпуска новостей – компания «Окнопарк». «Окнопарк – надежные окна» по доступной цене. Это все новости на сегодня. А сразу после рекламы вы узнаете о прогнозе погоды от Ирины Берековой. Всего доброго. До свидания. Только в «Окнопарке». Окно метр двадцать на метр тридцать, одно положение открывания с подоконником и отливом – всего 4250 рублей. «Окнопарк». Телефон 8-918-354-58-48.